здравствуйте меня зовут стас тюриков проект айбекпакер мастерская рюкзаков и дорожных сумок но сегодняшний наш разговор пойдет не кожи не работать не работе с кожей сумках не браслетах сегодня расскажу немножко другом домашнем уюте и так давно хотел сделать что-нибудь из старых обоев обычно думаю что у вас точно также после всяких ремонтов после всего такого остаются куски рулоны обоев буквально бывает прямо рулонами потому что не всегда рассчитывают мы не всегда что-то там смысл в общем один старый обои подумал я что можно из них сделать и вспомнил давний такой как бы такую наколка такая была сделать что-то нечто вроде как жалюзи жалюзи из старых обоев жалюзи все знают жалюзи вообще-то правильно на окно в моей комнате мастерской как раз на окне старые жалюзи все потрепались вертикальные пластиковые и я постоянно летом когда жарко открывал окно и это очень неудобно поскольку они мешаются раздвигать их чтоб открыть тоже неудобно в общем они поизносились и тут я подумал что наверное тех надо уже избавиться они только портит вид а практичности этих никакой в общем я взял обычные обои остатки у меня были как раз остатки довольно конкретно такой цвет такой желтоватый бледно-желтый цвет льняного не льняного как ну полотна вам говорит просто полотна как вот естественно вот такого прямо с такими прожилками как будто ткань лизериновые обои были таки с чего я начал сделал я замер створки эти эти жалюзи делаются на каждую створку или на секцию окна я решил сделать на открывающуюся створку измерил ширину 68 получилось высота 138 само стекло я примерил решил что я вырежу полосу из обоев ширину такую же сделаю длину сделаю больше длину сделаю больше примерно где-то на четверть не на четверть чуть поменьше в общем я сделал прибавил к 138 я прибавил примерно на 30 30 или 40 сантиметров вырезал это все никаких отдела краев не нужно ничего не нужно просто получился прямоугольный обрезок со сторонами 68 на 170 наверно 180 это не так уж важно на самом деле серьезно потом сел за маленький столик положил на стол начало листа это остальное на пол свалил и начал делать вот такую гофру все в школе делали занимались этим там делали всякие и веера и гармошки всякие в общем все знают что это такое то есть начал складывать вот так вот такую гармошку делать только большую длинную самом деле это заняло у меня не так уж много времени слегка получилось косо имеется ввиду что по длине по всей потому что длина большая маленький перекос получился ничего страшного в этом нет можно было подойти к делу серьезнее сделать разметку и но я не стал то есть именно мне хотелось просто так отмечу делать взять прям вот встать из того что есть под рукой сделать так и получилось сделал такую гармошку ширину вот этих вот сгибов взял так просто из головы как как получилось примерно 4 сантиметра 4 5 сантиметров все я значит сложил в гофру в такую и потом да нам не на столе вот так как лежит все увидите на фотографиях посередине сделал отверстие шилом потом чуть побольше дырку эту разинковал туда просунул шнурок шнурок длину на длину окна на высоту окна сверху узелок и потом на верхнюю часть но верхнюю часть приклеил к окну на скотч широкий скотч половина его зашла на обои вторая половина на пластик над стеклом получилось вот что на мой взгляд вполне приличные жалюзи более того функционирующие практичные жена когда мне посмотрела сказала чушь ты летом ты этого не сделал летом я постоянно маялся со старыми жалюзи которые были вертикальные через которые постоянно попадало солнце именно когда я сидел за компьютером особенно и приходилось когда окно открываешь они тоже не давали нормального за этот тени пожалуйста это все это сделали буквально за полчаса прекрасный вид если вы заметили внизу как раз где вот эти складочки то друг другу тянутся там как раз этот перекос маленький виден но на самом деле на в живую все очень даже прилично а с улицы если кто-то посмотрит в бинокль он вообще скажешь красивые жалюзи у кого-то ну я грубо и в бинокль потому что я живу на седьмом этаже снизу это вряд ли будет видно и так вот вам очень практичная вещь своими руками попробуйте сделать это сами попробуйте сделать с детьми им тоже будет очень интересно тут можно массу сделать прибамбасов начиная поиграть с цветом поскольку это все ничего практически не стоит то вы можете любые остатки испробовать с ребенком цветовую гамму какую-то подбирать разную очень удобно снизу на веревочке ставится стопор типа таких какие на куртках бывают знаете на пластмассовые спорта запружиненные такие это единственное тут какая-то такая техническое приспособление во всем этом деле все остальное буквально не просто не даже не простое а примитивное но на самом деле отличный результат уверяю вас и так пользуйтесь пользуйтесь идеей и пользуйтесь вообще рациональными и практичными вещами пробуйте их делать самостоятельно и у вас все получится станислав тюриков для группы сделано руками и для творческой мастерской будем шить и жестко всего доброго до свидания